Чистые и ухоженные улицы Бреста, красивые и просторные парки и скверы стали привычной частью жизни Брещаны. Прежде всего, это, конечно же, заслуга работников всех подразделений жилищно-коммунального хозяйства. Ведь именно они в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю наводят в Бресте красоту и лоск. Все то, что делается в плане благоустройства в городе над Бугом, да и в любом городе, делается для того, чтобы людям жилось уютно и комфортно. Город люблю, чистый, с каждым годом, ну, что-то новое постоянно, то есть везде что-то обновляется, всегда чисто, то есть, ну, за свой город никогда не стыдно. Коммунальные службы, ну, согласна, работают, у нас всегда хорошие дороги, всегда ухоженные и красивые клумбы, всегда покошена трава, то есть, ну, всегда довольны. Гости, которые приезжают к нам в Брест, все говорят, как у вас красиво, уютно, зелени много, то есть, вообще, даже приятно, вот, даже я сейчас иду, вот, обеденный сон, я иду, гуляю с ребенком, очень нравится. Ну, я даже вчера шла в городе, они косили траву, и когда я мимо шла, они просто немножко приостановили, чтобы на меня не полетели вот эти брызги травы. То есть, аккуратно очень, то есть, понимают, люди проходят, где-то они отвернулись, успокоились, все, дальше потом опять кашут. Я даже удивилась вчера вообще, очень приятно, то есть, они заботятся о нас, ну, в первую очередь. С мая по сентябрь – вот тот самый период, когда работа по покосу травы в городе кипит. Ее интенсивному росту способствуют как праздничные дни, так и погодные условия. Была работа и в ускоренном режиме, люди работали и в продленке, и у нас вот эта первая половина мая выдалась почти без выходных. Люди работали субботы, воскресенье, потому что гуляния были по всем городу, территории охвачены были большие, набережная, крепость, Гаврилово, памятники возложения воинам. Поэтому по всей территории проводились покосы. Трава – это такой вид работы, покос травы, что сегодня скосили, через неделю она опять там же, то есть, как будто бы нас там и не было. Поэтому какие-то места мы еще, скажем так, честно говоря, даже еще не появились. Это в основном спальные районы – Вулька, Ковалевка, Восток местами. По некоторым улицам уже по центральным гасили два раза, потому что опять же из-за разницы. Сегодня специалисты коммунальника способны быстро и качественно навести лоск на любой местности, благодаря комплексной работе нескольких видов механизированного оборудования. В арсенале предприятия – газонокосилки, триммеры, ручные мотокосы, современные кусторезы и, конечно, самоходные косилки-райдеры. Для каждой улицы, для каждого района применяется свой способ и техника, потому что где-то есть улочки маленькие, как в центре города, куда никакой техники не заедешь. Там и косили непосредственно ручную, ручными триммерами. Большие проспекты, Московская, новые микрорайоны, где большие зеленые зоны, там мы используем по косе малую механизацию. Это так называемые косилки с нулевым радиусом разворота. В данном году мы приобрели еще четыре новых, поэтому у нас их уже в автопарке около 11 штук, на данный момент работает 9. Сегодня покос травы проводится не только для эстетической составляющей, он предусмотрен и для того, чтобы помешать высокой траве выполнить еще две своих негативных функции. Эстетический вид, наверное, он самый главный и он больше всего бросается людям в глаза. Но также это трава, это и переносчик различных, где проживают те же клещи, всякие мелкие насекомые, пыльца, цветение неудобно. Силами городских служб благоустройство будет продолжаться и дальше. Это и уборка городских улиц, покос травы, высадка цветов и клумбы и прочие виды работы, а все для того, чтобы делать наш город Брест зеленее и уютнее. Продолжение следует...